добрый день дорогие зрители сейчас вот выезжаем из города алматы по кульжинскому тракту был кожа тяжело осужил мин козра алматы классно шапажа тормоз 5 июня республиканский референдум оказывается вдоль дорог еще есть местами маки сегодня у нас 24 мая выехали на платную дорогу дорога это у нас алматы-харгос щелекки кельдек сейчас заправимся и поедем дальше проехали населенный пункт щелек здесь у нас протекает река щелек и будем сейчас сворачивать и вот сюда направо в сторону на арн холл киген шарн шаткала здесь у нас вот такая развязка есть и на выезде с развязки у нас тут будет кафе ну или целый комплекс жбек жола думаем здесь пообедать если они уже конечно работают а то сейчас у нас только 10 30 комплекс жбек жола супермаркет кафе хостел аптека да вы удивитесь внутри вот так все выглядит красота стесняешься вот такое меню все такое знаете модное прям как в городе все классно сделали здесь можно взять разные ладманы шашлыки даже суши есть потом там бургеры крылышки и так далее раньше у него была маленькая кафешка и сейчас вот такой быть большой ресторан можно сказать классно сделали конечно еще кстати на входе был знак то что хостел будет спросил про хостел его еще не открыли сказали еще может быть одну или две недели суру цена здесь вот делают такие крылышки прикольно вот здесь можно встретить вот такие листовки про референдум новая редакция действующей редакции а вот там кстати говоря раньше находился кафе жбек жола он ведь он такой но небольшое такое строение сейчас нам продают алма яблоки вот и теперь жбек жил выглядит вот так байси это он на жеток нурал на кельдок а сауда муражай бар в данном населенном пункте есть музей и вроде как последний раз когда я там был нам показывали что здесь в горах в этих местных нашли мечи и казаны нашли и еще какие-то военные принадлежности быть может это все относится к тому к ойран тубе куда мы сегодня едем вот здесь вот находится житок казна в данное место есть в обзоре про аул нора заезжаем в ущелье купек раймбек баба кафе с и здесь вот проезжаем поворот на бортугайское водохранилище но нам надо ехать дальше дальше у нас будет населенный пункт купек приехали в аул купек аул небольшой тоже на канале уже был обзор данного аула здесь вот здесь вдоль дороги кафешки есть магазины есть сотовая связи актив и теле 2 все также здесь не ловит ага здесь вот у нас разделяется трасса на левую этап уже от ажова уходит также она права начинается на арнкольской трассы ахсай киген на арнкол на арнкол джузалп салта шахаром шарм шаткала 26 километров и где-то здесь мы уже потихоньку подъезжаем данная локация находится он там я вижу с правой стороны небольшие две горки вон там вдоль дороги вижу одинокое дерево и рядом с ним как раз установлен данный памятник данное место называется уэран тюбе получается это находится вот не доезжая до червенского каньона здесь вот есть дорожный такой указатель номер один это я так понимаю может быть начало обозначение начала на арнкольской трассы первый километр как и вот такое вот место пахнет здесь прям травой очень вкусно не знаю что за трава такая ветрено вокруг зелень растет вот такого дерева вдоль дороги сложно пропустить данное место и вот такая вот памятник или как стелла тарихи орын ойран тюбе райнбек батыр сарбаздары а вот эта функция может быть очень опасно и поэтому это не только она 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 Здесь получается у нас горы, это вроде как горы Торевр, вот с этой стороны, там у нас получается горы это Сюгете, в целом данное место называется также еще как Сюгетинская долина, вот и вон там вот такие, знаете, небольшие холмы, по разным рассказам, я вот вчера сидел, изучал данную информацию, потому что про это место, если честно, узнал вчера только, раньше про это место вообще ничего не слышал, и говорят, что вон те холмы, это у нас братские могилы, по некоторым, так скажем, данным, говорят, что во время, когда здесь была битва между армией джунгаров и казахов, здесь погибло очень много воинов, и как бы война продолжалась, и нужно было людей куда-то погибших, получается, хоронить, и говорят, что не было просто на это времени, и в то время военные начальники приказали вырыть большие ямы, и туда уже просто как бы всех в одно место хоронить вместе, и соответственно, вот те два холма как раз это что-то вроде как обозначают, так скажем, с одной стороны лежат погибшие со стороны казахов, с другой стороны лежат со стороны джунгаров. Здесь есть вот такие интересные цветы растут, или уж какое-то растение прикольное. Здесь вот кузнечики маленькие летают, точнее прыгают, очень много. Решили пройтись до этих холмов, в ту сторону, вроде как недалеко. И также Адель предложил как раз приехать в это место, так как я про это место раньше не знал. Он мне скинул статью про это место, она на казахском языке, я обязательно ссылку оставлю в комментариях под этим видео, кто хотел бы ознакомиться, но по словам автора статьи, он говорит, что все что в статье, как бы она не до конца подтвержденная информация, и там есть несколько разных историй про данное место. Но в целом, все истории сходятся на том, что здесь была битва казахов с джунгарами. И на данный момент мы сейчас идем по полю битвы. Когда-то давно здесь были бои, погибали люди. Здесь вот проходит какая-то дорога, видимо в той стороне где-то есть дом, может быть у подножия гор. А мы дальше продолжаем идти вот к этим холмам. Подошли к этим холмам. Я так предполагаю, что это как бы и есть те холмы, о которых говорится в статье. Так интересно, что здесь растительность совсем другая. Вот такой здесь прям, такой небольшой газон что ли. Холмам. Холмам. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Предлагаю посмотреть на это место сверху Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На этом наше путешествие не заканчивается Продолжение следует Следующая серия будет, наверное, завтра Ну или на днях Приятного просмотра Спасибо и до скорой встречи